Концерт посвящен круглой дате. 25 лет работы главного врача. Для всей больницы Виктория Дворниченко не только заслуженный врач России, она вечный генератор идей. Человек, благодаря которому больница изменилась. С 1995 года она боролась за масштабы диспансера из-за увеличения больных и добилась. В 2008 году учреждение стало расширяться. Все это заслуги Виктории. Женщины, которая никогда не сдается и идет до конца. Тяжело было вообще добиться вот этого вот расширения? Тяжело. Сидела в кабинетах губернаторов, ждала, когда примут, объясняла. Так как главный врач сидеть долго не хотел, Владимир Ефимович. Считал, что это нельзя дело так. Позорно, пускай вызывают. А я высидела. И в общем-то вот создалось и получилось это прекрасное здание, которое мы уже, считайте, 9-10 лет мы уже работаем под наполненную, как говорится, катушку. Принимаем пациентов и лечим. До сих пор Виктория Владимировна принимает активное участие в жизни больницы и пациентов. Больше 10 лет ее знают ученики и говорят, что она не просто женщина, она врач с большой буквы. Она врач, который заботится о пациентах. У нее есть какая-то внутренняя доброта, которую ощущают эти пациенты. Они тянутся к ней. И вот она, она вроде главный врач, да, она администратор. Она могла бы и не заниматься пациентами, но у нее непрерывный поток к ней пациентов. Они все хотят получить ее консультацию, помощь. Она очень сосредоточенная. Это качество, которое редко встречается. Только в ней я видел способность вычленить из массы различных проблем что-то одно, выделить это как самое главное, поставить это как цель и планомерно, постепенно, годами, десятилетиями идти к достижению этой цели. Сегодня на учете 60 тысяч пациентов с разными стадиями онкологии. И всем нужна срочная помощь. Но люди чувствуют отдачу и профессионализм. Обращаются именно сюда. Не первый раз и не первый год. Конечно, каждое поступление очень волнительно. Но когда доверяешься в руки таким специалистам, как здесь работают, это о многом говорит. И всегда надеешься на самое хорошее. На этом наполеоновские планы Виктории Владимировны не заканчиваются. Уже начали стройку нового радиологического корпуса на территории диспансера. А закончат работу в 2022 году.